самое главное что должно быть в этом видео обязательно в начале вот эти сейчас на это то что каждая компания занимающая пошивом тактического снаряжения в россии должна обязательно пройти через три зитки обязательно друзья мы счастлив вас приветствовать вместе с кириллом в недрах компании сплав кирилл главный специалист тактического направления он сегодня расскажет нам про очередную новинку новинку от компании сплав которая называется им как ни странно 3 zip то есть вы не стали оригинальны нет конечно же у него есть оригинальное название но данный тип рюкзаков 3 zip он и есть 3 zip опять же начнем с истории странный человек со странным именем дэйна в далеких соединенных штатах америки вражеских вражеских ныне да и наверное всегда катался на горных лыжах и имел свою фирму мистери ранч по производству туристического в том числе снаряжения и как к нему обратились его друзья из дэвгру или из котиков история об этом умалчивают откуда конкретно искали парень вот мы с тобой катаемся на лыжах такой офигенный рюкзак сделала нам такую вот и где-то в конце девяностых у котиков появился 3 у котиков появился 3 значит он нужен всем соответственно нужен всем вот он перед вами в чем штука основная тема это доступ то есть расстегнув всего две молнии внутри вы получаете полный фарш то есть все что у вас лежит внутри ко всему перед вами да то есть доступ со всех сторон то есть вам не нужно засовывать глубоко руку в клапан что-то оттуда вытягивать потом все это утрамбовывать открыли все перед вами в отличие от а вот котики когда его видели у этого уже директора он был да да мне кажется он вдохновлялся катался нет с теми котиками которые тоже катались я имею ввиду что он вдохновлялся фильмом чужой потому что я все время его он напоминает яйцо знаешь откуда вот это выскакивает возможно возможно но не факт были ночь похоже ну и в отличие от гражданских версий данные рюкзаки 3 zip которые относятся к военно-тактическом управлении дополнены характерными милитари фишками то есть дополнительные ячейки молли на боковой поверхности вывод гидратора и усиленный каркас то есть дополнительные стропы которые позволяют в том числе разместить какие-то длинномеры ну и соответственно на дне рюкзака тоже точки крепления ручка сбоку ручка с ним много ручек потому что обычно такой объем забивается довольно таки плотненько по порядке 45 литров до что я хочу сказать я вот очень первый раз вижу если честно и он прямо прямо неплох чтобы я отметил в первую очередь я бы в первую очередь отметил лямки то есть лямки не такие как мне кажется что они стали поплотнее короче пошли или мне кажется изменена немного формы и изменен способ изготовления рямок лямок они выворотные то есть без шва который ну вот я просто по сравнению вот ну с грубо говоря если мы возьмем рюкзаки компании сплава им тактической серии то у них практически всех лямки идентичны да они будут более простые но здесь рюкзак более серьезно соответственно лямки более время что они прям здесь ну прям вот потому что многие люди там надо пошире поплотнее пошире поплотнее вот я думаю что вот это вот в том числе и после да 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 значит лямки раз следующий момент который я бы отметил много очень друзья организации очень хороший грамотно верхний карман соответственно клапан рюкзака два кармана довольно больших любимые мои карманы с нижней в нижней части боковых боковых поверхностей рюкзака в который можно вставить флягу с водой но что-то в этом роде короче они очень удобный быстром доступе позволяет быстро них на плюс еще здесь замечательный второй слой под длинномерной сюда муха входит мерили точно точно мерили муха смысле рпг да в смысле да мало ли какому хами но я скажу что судя по диаметру сюда войдет 26 плюс здесь петля то есть это либо трекинговые по палке либо упор чего-то длинномерного то что сюда входит это это прям хорошая мысль да дальше очень развитой поясной охват очень развиты широкий а с анатомическим наклоном ну короче выглядит он очень у вас при этом съемный очень-очень дальше элементы быстрого съема быстрого сброса на лямках плечевых лямках которые реализованы с такой вот ухваточка видите за нее потянув соответственно фастах раскрывается обратите внимание многие начинают бомбить по поводу элементов быстрого съема на лямках реализованы через фасток потому что людям кажется что они снижают прочностные характеристики лямки друзья когда рюкзак у вас висит на плечах то основные но основной вес снимает вот это место то есть фактически вот это место вот это место она практически является разгружен ну и фастекс в данном месте он совершенно быстроразброс никак не влияет на прочность самого фастекс дальше что касается внутренне убрасть это все на первый взгляд это все на первый взгляд что касается внутреннего убранства рюкзак нам кто-то тоже элемента и организации присутствуют значит карманы есть боковых стенках рюкзака pediatrico карманы сбоку есть сетчатый есть карман ну под документы либо под очень важные вещи какие-то на задней стенке опереж blesse nudo старе не положить женщина вот и и и значит спинка я бы сказал очень выражена то есть чуде по всему в ней находится пластиковый элемент какой-то Элементы твердости там присутствуют Прямо вот, прям, прям, прям Поэтому, друзья Довольно, в общем, много я видел 3-зипов В том числе и от Мистери Рейндж Ну, разные я видел 3-зипы И вот этот 3-зип, ну, а цвета такие будут? В данный момент черные Только черные Ну, далее уже Мультикам надо по-любому Будем смотреть 3-зип надо по-любому мультикам Мультипатия Мультикамопатия, короче Ну, понимаешь, да? Ну, надо, надо, да, в пятнах Надо делать по-любому Это про что спросят Я уже знаю про что спросят Сразу тебе говорят, что нужен мультикам Друзья Еще есть что сказать? В принципе, как обзор Ну, надо делать будет Небольшой обзор Смысл какой? Смысл какой, друзья 3-зип это довольно специфическая конструкция рюкзака Но если мы сравниваем его с традиционными реализациями То это довольно, как сказать Специфическая, собственно, я так и сказал Вопрос в чем? Он либо нравится, либо не нравится То есть доказывать кому-то там О его каких-то немыслимых преимуществах Его основное преимущество Перед рюкзаками традиционной компоновки В том, что если мы говорим о рюкзаках 40-литровых, к примеру У очень малого количества рюкзаков 40-литровых Есть возможность быстрого доступа ко всему объему То есть если мы берем про маленькие тактические ранцы Ну, до 25 литров То они многие реализованы с полным доступом ко всему объему Если мы говорим о рюкзаке 40+, то очень редко бывает Ну, каскад, наверное, только, да? Второй Скорее, да Вот это единственное, наверное, которое полностью распашно А, соответственно, вот этот рюкзак, он полностью распахивается То есть он даже, например, там Если вы внутреннее устройство еще как-то организуете Например, какими-то сумками или компрессионными мешками Их, соответственно, складываете так, как вам удобно То вы, соответственно, сразу к нужному мешку получаете доступ То есть это главная основная фишка данного рюкзака Ну, и необычный внешний вид Потому что понты, черт побери, никто не отменял Приходите, смотрите Думайте сами, решайте сами Иметь или не иметь Да пребудет с вами сила Пока Субтитры создавал DimaTorzok